МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Ошибка резидентов. Михаил Мишустин и Павел Малков встретились. Но не в Рязани, как сообщали некоторые СМИ, а в Москве. Ниже, чем везде. О криминогенной обстановке нам рассказал зампрокурора Алексей Дикарев. Таинство Кадамского Вениза. Мастер-класс по древнему мастерству в нашем специальном репортаже. Анонсированная ранее встреча премьер-министра Михаила Мишустина и в Рио губернатора Рязанской области Павла Малкова все-таки состоялась. Но не в Рязани, о чем трубили практически все СМИ региона, а в Москве. И речь на встрече шла не только о ликвидации пожаров. Разговор с Павлом Малковым премьер Михаил Мишустин начинает с еще недавно животрепещущей темы – локализации лесных пожаров. Дым из Рязанской области тревожил не только обычных москвичей. Этим вопросом занимался лично Владимир Путин. Поводов для беспокойства сегодня нет, заявил Павел Малков. Сейчас открытого горения нет вообще нигде. Я думаю, что о полной ликвидации можно будет заявить в течение одного, ну максимум двух дней. Причем вот хочу отметить, что все тушение происходило полностью при неблагоприятной погоде. Все это время почти была сильная жара, сильный ветер, дождей не было, и так они не пошли. И справиться здесь удалось, конечно же, благодаря и вниманию президента Российской Федерации, и благодаря поддержке федеральных министерств, ведомств правительства Российской Федерации и правительства Москвы. Экономика в регионе развивается. Динамично. Ключевые показатели, пусть ненамного, но растут. Объем отгрузки промышленной продукции – 290 миллиардов рублей. Производство лекарств выросло в 2,5 раза, металлургия – вдвое, аграрии снова на пороге очередных рекордов. Чтобы экономика росла, заявил Павел Малков, нужно улучшение условий жизни, но и дополнительные деньги из федерального бюджета. Например, для объектов культурной сферы. А еще точнее, на обустройство Нижнего городского сада. Помощь будет, четко пообещал Михаил Мишустин. Изменение облика исторических мест, поселений, мест, которые дороги нашим людям, ну это, наверное, одно из самых важных. То есть комфортное, разумное, правильное местоположение любимых мест и возможности проведения интересного досуга с детьми, с друзьями – это очень важно. Поэтому, конечно, поддержим. А еще Рязань совсем скоро получит 15 новеньких машин скорой помощи и 27 школьных автобусов по госпрограмме поддержки регионов. В общем, поездка получилась весьма результативной. Как ни крути. В Рязанской области стартовала неделя финансовой грамотности. В городе ее открыл праздник на Лыбецком бульваре и на Почтовой. Игры, викторины, творческие задания. Всем любопытным можно было измерить свой рост в рублях и даже отчеканить память на жетон. Музыка, танцы, развлекательная программа. С этого стартовали в Рязани дни финансовой грамотности. Как не попасть в лапы мошенников? Сколько ваш рост будет в купюрах? И как проверить деньги на подлинность? На все эти вопросы отвечают профессионалы. Подходили без стеснения. Финансовые консультации предусмотрены для всех. Это и школьники 9-11 классов, которые уже посмотрели урок с губернатором по финансовой грамотности. Это и студенты, с которыми также уже проходят лекции в большом объеме. И рабочие люди, и пенсионеры. Под каждого разработан свой контент. Есть свои преподаватели. И наша цель достучаться до каждой рязанской семьи. А обучающих мероприятий предусмотрено солидное количество. Почти 200 уроков, лекций и консультаций. Причем как с личным участием граждан, так и через онлайн общение. Например, через портал госуслуги. Проходит сейчас и Всероссийская конференция, посвященная дополнительному образованию по финансовой грамотности. Будет интересный проект для обучения государственных и муниципальных служащих во всех районах Рязанской области. Вот тем самым мы хотим, чтобы наши люди рязанские, они были счастливы, удовлетворены своим финансовым положением и развивались дальше. Для желающих узнать больше об истории банковской системы города в 19 и начале 20 веков провели экскурсию Рязань финансовая. Кроме того, прямо на месте работал лекторий, в котором эксперты помогали слушателям получить дополнительные финансовые знания. Те, кто не смог попасть на праздник, не отчаивайтесь. Событий в ближайшую неделю финансовой грамотности еще будет предостаточно. Дни финансовой грамотности – хорошие подспорья правоохранителям в борьбе с мошенниками. А их с каждым годом все больше, как и рецидивов уличных преступлений. А вот по остальным показателям регион среди самых спокойных в стране. О криминогенной обстановке в эксклюзивном интервью рассказал нам заместитель прокурора области Алексей Дикарев. Более подробное интервью в программе «Городские встречи», а пока что основные тезисы. Последовательные меры по укреплению правопорядка, применявшиеся прокуратурой, имеют эффект, сообщил зампрокурор Алексей Дикарев. Криминогенная ситуация в регионе стабилизирована, о чем говорит количество преступлений, не превысившее цифру за аналогичный период прошлого года. Структуру составляют преступления против имущества 30%, 13% против личности и 13% в сфере оборота наркотиков. Уровень преступности на 100 тысяч населения составил в первом полугодии 426 преступлений. Можно сказать, что это один из самых низких показателей как по России, так и в Центральном федеральном округе. Если посмотреть на районы нашей области, наибольший уровень преступности приходится на Московский район города Рязани и Михайловский. Наименьший – Сторожиловский район, Ермешинский и Милославский. Одной из насущных проблем остается мошенничество. Методов обмана, особенно пожилых людей, все больше. Много эпизодов раскрыто, но вот возмещение ущерба, в том числе по раскрытым эпизодам, весьма проблематично. Остается острым вопрос телефонного мошенничества. Хотелось бы предостеречь жителей нашего региона, не попадаться на данные уловки мошенников, перепроверять полученную от них информацию, связываться любым способом с своими родственниками, убедиться, действительно ли они попали в беду, либо это недостоверная информация. 600 наркопреступлений за полгода. Уровень возрос, большая часть сбыт. Повышенное внимание органами прокуратуры в сторону организованных преступных групп, структуру которых также определяют преступления, связанные с оборотом наркотиков. На контроле и расходование денежных средств, выделяемых на нацпроекты. За полгода зарегистрировано 13 нарушений в этой области. Работа продолжается на системной основе. Кроме прочего, впервые за последние годы возросла часть рецидивной уличной преступности. Хотя алкогольная преступность сократилась. Кроме прочего, активная работа ведется по мониторингу средств массовой информации и интернета. Проверяется достоверность размещаемой информации. В случае выявления недостоверной информации, также применяются меры прокурорского реагирования. Партнер программы «День города» – выставка продажей «Край рыбы Камчатска». Она снова появилась на прилавках у торгового центра «Премьер». Не пропустите! Кадамский венис – известная на весь мир искусство. Среди ценителей народного промысла на слуху. А вот многие рязанцы затрудняются ответить, что это вообще такое. Древнее мастерство сегодня на грани исчезновения. Последние четыре мастерицы хранят секреты вениса. И одна из них дала мастер-класс всем желающим в художественном музее. История возникновения Кадамского вениса уходит далеко в прошлое. В народе до сих пор бытует интересная легенда. Открыв окно в Европу, русский царь Петр I повелел всем знатным людям и боярам носить европейскую одежду, богато отделанную венецианским и брюссельским кружевом. Приобретался этот наряд за золото. И чтобы сберечь российскую казну, царь повелел обучить искусству заграничного кружевоплетения русских мастериц. По преданию, в Кадамский женский монастырь привезли из Венеции нескольких мастериц, которые обучили местных рукодельниц плести замечательное венецианское кружево. Кадамчанки успешно освоили эту ювелирную вышивку. Но пишут, что вскоре на его основе, на основе венецианского кружева, создали свою вышивку уникальную и называли ее Вениз, оставив название что-то от слова Венеция. Теперь трудно сказать, так ли это было. Акадамский Вениз, этот игольчатый сказочный узор белым по белому, существует и сейчас, три столетия спустя. Существует как реальность. Говорить о Кадамском Венезе, говорить о красоте. Белый цвет русских берез, сияние российских снегов, весенние сады и поляны ромашек в июльских лугах. Удивительное белое ажурное игольчатое кружево создается руками мастериц предприятия народных художественных промыслов Кадамский Вениз, которому больше 90 лет. Ну я за неделю научила, я допустим все это вот изучила, а потом я просто набивала руку, чтобы уже красиво получалось. Как давно вы уже работаете? В этом году было 20 лет. С 30-х по 70-е годы прошлого века Вениз в буквальном смысле перестал существовать. После его возродили художницы и мастерицы. Но и сегодня промысел жив лишь благодаря меценатам. Ведь дорогое и трудозатратное дело не всегда находит своего покупателя. Выставка продажи икра и рыбы Камчатска снова в Рязани. Вкусная и свежая продукция это уже зарекомендовала себя как лучшие морепродукты, которые только можно приобрести. Многие рязанцы уже убедились в этом лично. В описаниях пиров и обедов царей с князьями и прочими аристократами наряду с осетриной частенько упоминается белорыбеца. Балык этой рыбы, ботвинья с ней, были желанными гостями на столах гурманов. Она занимала важное место в питании жителей Российской империи. Белорыбеца потому и белорыбеца, что мясо ее белого цвета очень вкусное и питательное, исключительно нежное и жирное. Деликатес из деликатесов по своей ценности находится сразу за осетрами. Белорыбеца обладает массой полезных свойств. В ней содержатся жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови. Эту рыбу можно людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Она помогает при заболеваниях щитовидки, а также невероятно вкусная. Продукт действительно считается очень полезным для людей с заболеваниями щитовидной железы, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем костей и суставов. Детям рекомендуют добавлять в рацион для профилактики рахита, беременным как источник полиненасыщенных жирных кислот и витаминов, которые способствуют правильному формированию нервной системы плода. Тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, врачи также рекомендуют мясо белорыбецы. Рыба, хотя и жирная, но малокалорийная. При этом содержание белка очень высоко. Вкладись витаминов эта рыба еще и обладает неповторимыми вкусовыми качествами. А вот отыскать ее на прилавках совсем непросто. Это большая редкость, потому многие из покупателей и пробуют ее впервые благодаря выставке-продаже. Качество. Очень вкусная продукция. Всегда хорошего качества, свежая. Даже в жару никогда на плохую продукцию не попадала. Нравится, я красную рыбу всегда беру. В общем, каждый приезд их, я всегда здесь. Кузнятина. Да? Да. Как вы пробовали, какая больше самодельца? Вот, белорыбца. Три года служила на Камчатке с мужем. Сама делала. Он мне вот такие рыбы приносил, ходил на рыбалку. И, в общем, короче говоря, я и покупала эту продукцию. И знаю, что лучше Камчатской продукции нет. На выставке-продаже икра и рыбы Камчатской разнообразие выбором. Это и кижуча, и нерка, и чавыча, и белорыбеца. Рыба горячего и холодного копчения, без заморозки. А также красная икра высочайшего качества. Возле торгового центра «Премьер». Продлится продажа до 10 сентября включительно. И на этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 5 по 10 сентября. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова